Если верить в статистике, невозможное зачатие ребенка волнует на сегодняшний день каждую шестую пару. Из более 37 миллионов женщин, обследованных в России в возрасте от 20 до 45 лет, 5-6 миллионов не могут иметь детей. В последние годы диагноз бесплодия ставится врачами все чаще и чаще. Бывают мнения, что зарождение жизни в основном зависит от здоровья будущей матери. Но на самом деле это не так. Доказано, из 100 бездетных пар около 40 не имеют детей из-за мужского бесплодия. На первый взгляд сухая статистика, но за ней человеческие судьбы. Вы смотрите программу «День по дню». В студии Наталья Ширга. Здравствуйте. Стелла Анатольевна Белоглазова, главный нештатный специалист, акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Севастополя, у нас в гостях. Здравствуйте, Стелла Анатольевна. Здравствуйте, Наталья. Мы сегодня говорим о бесплодии. Это вообще важная проблема для Севастополя или нет? Специалисты озабочены проблемой бездетных пар. Есть у нас такие? Да, на сегодняшний день бесплодие – это актуальная проблема, и специалисты, конечно же, серьезно относятся к выявлению таких пар и в дальнейшем к лечению. То есть пар у нас на сегодняшний день порядка 300 пар, стоящие на учете по бесплодию. И, в общем-то, к сожалению, эта цифра у нас растет, и я думаю, прогностически будет тоже увеличиваться. Поэтому проблема на сегодняшний день крайне актуальна. Стелла Анатольевна, врачи называют бесплодием ситуацию, когда женщина не может забеременеть в течение года, занимаясь сексом регулярно. Но это не значит, что пара в дальнейшем вообще не может иметь детей. Половина пар, которые обращаются к специалистам, все-таки способны иметь потомство. Да, диагноз бесплодия не совсем точно. Все-таки это диагноз ставится паре, то есть мужчине и женщине. Изолированный диагноз бесплодия мы, к сожалению, или к счастью поставить мы не можем отдельно, мужчине или женщине. То есть это отсутствие спонтанно наступившей беременности в течение года регулярной половой жизни. Регулярная половая жизнь – это не менее двух раз в неделю контакты половые. И да, к счастью, к нашему огромному счастью, технологии репродуктивные таковы, что мы можем все-таки паре подарить счастье материнства и отцовства благодаря, в общем-то, нашему лечению. Какова ситуация у нас в Севастополе? Почему происходит? Вот вы говорите, около 300 пар не могут иметь детей. Им ставится такой диагноз. Это те, кто обратились? Да, это 300 пар, которые стоят на учете по бесплодию. На самом деле ситуация, конечно же, намного серьезнее и людей намного больше. То есть это, во-первых, отсутствие на сегодняшний день, допустим, репродуктивных планов. Что еще проблема? Это то, что пациенты, в общем-то, не обращаются к врачу. То есть мы сталкиваемся с тем, что многие пациенты годами по несколько лет, в общем-то, они ждут наступления спонтанной беременности, считают, что это вариант нормы. Когда они приходят уже в таком достаточно критическом возрасте для репродуктологии, они говорят, ну вот мы 6 лет пробовали, а сейчас у нас не получается. То есть 6 лет, конечно, это очень много. То есть действительно, этот срок год, вы абсолютно правильно сказали, он должен звучать везде и всегда. И, в общем-то, наши пациенты должны понимать, что сроки постановки диагноза – это год. Диагноз – не приговор бесплодия. Но достаточно прийти, обратиться паре в женскую консультацию, в центр семейной медицины для того, чтобы был поставлен диагноз и как можно раньше начато лечение. Да, то есть диагноз бесплодия ставится по факту – отсутствие беременности. Но бесплодие – это многофакторный диагноз. То есть у нас есть такое понятие, во-первых, делится на две большие группы – это женское бесплодие и мужское бесплодие. Женское бесплодие, оно более сложное, оно более многофакторное, поскольку женский организм намного более сложный и в гормональном смысле. То есть это может быть и первичное дисгормональное нарушение, это могут быть первичное отсутствие овуляции. То есть с женщиной все нормально, анатомически с ней все хорошо, никаких аномалий развития нет, но при этом у нее просто не происходит овуляция за счет дисгормональных каких-то проблем. За счет функционального нарушения яичников тоже бывает такая ситуация. Бывают врожденные аномалии развития, бывают как следствие бесплодия, следствием перенесенных воспалительных заболеваний матки-предатков. И, конечно, такой очень травмирующий фактор – это перенесенные прерывания беременности, особенно в виде абортов, когда они сделаны не медикаментозно, а инструментальные аборты, конечно, к сожалению, нас приводят в последующем к бесплодию, именно женскому бесплодию. Ну, мужское бесплодие – это отдельная, в общем-то, тема разговора и, наверное, более уместно разговаривать с урологами-андрологами. Они занимаются серьезно, но обследование мужчин, в общем-то, достаточно намного более проще, чем обследование женщины. Хотя бы, значит, несколько причин мужского бесплодия. Это инические заболевания, это стрессы. Первично – это, конечно, генетические наследственные факторы. На втором месте стоят инфекционные заболевания, которые перенесены, в том числе и детские инфекции. Всем известно инфекционный паратит, который вызывает как осложнение архит и в дальнейшем возможное бесплодие у мальчиков. Также анатомические нарушения, там, варикоцели, допустим, у мальчиков, которые выявляются, не выявлены в детстве и в дальнейшем, которые приводят в дальнейшем к бесплодию. И, конечно, огромная такая часть – это инфекционные заболевания, недиагностированные, недостаточно пролеченные. Ну и плюс, конечно, отдельной сейчас строкой выделяется эта эректильная дисфункция. Также просто неспособность, в общем-то, к половому контакту. Стелла Анатольевна, если говорить о методах объективного обследования, оно делится на несколько этапов. Ну, это общие и специальные. От чего зависит? От степени сложности постановки диагноза? Все, что касается мужчины, в общем-то, диагноз ставится очень просто. То есть дается спермограмма, и, в общем-то, диагноз окончательно может поставлен быть. То есть есть функциональная способность сперматозоидов, их количество. И, в общем-то, в дальнейшем передается урологу-андрологу, он выясняет, в общем-то, причину нарушений. А вот женщин первичное обследование – это сначала ультразвуковое исследование органов малого таза, базовое исследование. То есть мы полностью исключаем анатомические нарушения в виде полипов, кистозных образований яичников, анатомии, нарушения анатомические в виде наследственных каких-то врожденных пороков развития. В дальнейшем, если пара… То есть мы оцениваем функцию и возможность, овуляторную функцию яичников. То есть это делается специально тоже, опять же, это производится ультразвуком. Так называют фолликулогенез. Делается он по специальной схеме, то есть, в общем-то, врачи нашей ультразвуковой диагностики все это прекрасно знают, проводят. И если мы получаем нормальный овулирующий цикл, значит, мы переходим к следующему исследованию. То есть мы должны определить гормональный статус пациентки, исключить все инфекционные осложнения возможные, которые могут приводить к бесплодию. И как финальная стадия, то есть через год наших обследований… То есть в течение года пара пытается забеременеть. В течение следующего года мы пытаемся выяснить причину бесплодия. И, в общем-то, финалом наших таких обследований должно быть, если мы не получили положительного эффекта от консервативного лечения, это направление пары на экстракорпоральное оплодотворение в клинику вспомогательных репродуктивных технологий. И финалом, в общем-то, обследований в обязательном порядке, если у нас нет подозрений изначально на трубно-перитениальный, так называемый, фактор бесплодия, в любом случае проходит хирургический этап диагностики – это обследование полости матки и обследование брюшной полости на предмет спаечный процесс, малой форм эндометриоза и аномалии развития органов малого таза. Вы спрашиваете у своих пациентов, почему они эту проблему оставляют на потом? Почему они пришли с ней раньше, когда можно справиться, может быть, не настолько сложно, когда не потеряно время? Что их много? В основном, я думаю, что отсутствие информации. Они в полной уверенности, что, в общем-то, есть такое обманчивое впечатление многих женщин, что беременность может наступить в любом возрасте, а наши звёзды нас в этом убеждают всё больше и больше, что, ну, почему же звёзды же рожают и после 40-ка, то есть я ещё и пока не собираюсь, и, в общем-то, мы практически не пробовали. То есть я думаю, что здесь проблема именно информационной неграмотности в данном случае. А всё-таки на эффективность лечения влияет возраст? Конечно же, особенно со стороны женщины. То есть для женщины, к сожалению, в отношении репродукции возраст – это наш самый главный враг. То есть возраст мы не научились, мы научились получать прекрасный бьюти-эффект, то есть мы долго можем сохранять красоту и молодость внешнюю, но, к сожалению, генетику мы обмануть не можем. И на сегодняшний день нет средств сохранения авариального яичникового резерва. То есть что бы мы ни делали, какие бы мы ни принимали контрацептивы, заместительную гормональную терапию, яйцеклетки начнут стареть в положенные им генетическим возрастом сроки. И, к сожалению, то есть возраст после 35 лет называется поздним репродуктивным, ранним, пременно-паузальным. И это надо всем помнить и хорошо, в общем-то, понимать, что чем моложе женщина, тем лучше качество яйцеклеток, тем выше у неё авариальный резерв, тем выше шансов получить беременность. Стала Анатольевна, ну вам наверняка известно такое явление, как child free, которое сейчас модно среди молодёжи. То есть они не хотят иметь детей, говорят об этом открыто, пользуются противозачаточными средствами, таблетками. А в результате это отодвигает, как вы уже сказали, возрастные возможности организма. Ваше отношение как женщины и как специалиста? Ну моё отношение крайне негативное к этому явлению. По счастью, я таких пары, таких женщин я не видела. Но сейчас молодёжь, я не могу, я не готова. У меня нет на это средств, я не хочу плодить нищету. Много поводов для того, чтобы отказаться стать матерью. Я встречала это с формулировкой следующих детей. То есть второго я не хочу категорически рожать. Вот у меня один есть, это достаточно. Но это явление, конечно, это распространено, особенно в больших городах. Это действительно целые форумы. Я так периодически с интересом их посещаю. И, в общем-то, ужасаюсь. Конечно, этого быть явлением... Для меня это странно. Странно это как для женщины, как для человека. То есть я считаю, что, в общем-то, это очень большая часть нашей жизни. Это наши дети. И, в общем-то, я как мать двоих детей, я не представляю своей жизни без своих детей. И не представляю, в общем, смысла жизни без детей, женской жизни. То есть той части, которая не связана с работой. Это, конечно, огромный свет в нашей женской жизни. Не знаю, наверняка мужчина относится где-то так же к детям. Но я говорю это как женщина. А как специалист, конечно, крайне негативно. Потому что я думаю, что в какой-то момент женщина придет к мысли о том, что ей хочется иметь детей. А возраст, в общем-то, как самое ценное, будет упущено безвозвратно. Стала Анатольевна, тогда еще такой человеческий вопрос, что называется. Когда женщина, ну, бессильно, уже как бы вся методика, любая испробована, все, кажется, сделали для того, чтобы иметь детей, но не получается, женщина берет приемного ребенка. А через время, что называется, Бог дает ей и своего. Вот такие чудеса в вашей практике случались? Случались. В нашей практике случались многие чудеса. И вообще, я считаю, что все, что касается репродуктологии, акушерства, это вот где-то пограничное у нас с чудом. Конечно, в медицине нет понятия чуда, но мы так тихо между собой все-таки такие случаи обговариваем. И всегда очень с большим теплом и радостью понимаем, что многие вещи, конечно, случаются помимо наших медицинских познаний. Это радует. Иногда, конечно, не радует, потому что иногда мы не понимаем, что происходит, почему же пара не может иметь детей вроде бы при абсолютном здоровье. Но очень приятно, конечно, видеть, когда мы ставим диагнозы бесплодия, и вроде бы как гордо всегда женщины говорят, вот вы мне говорите, что я не могу иметь детей, а вот я как бы... А что чувствуете при этом? Чувство вины? У вас возникает она? Вообще-то непреодолимой радости. То есть у меня действительно есть такие пациентки, которым, к сожалению, после операции я была вынуждена сказать, что то, что я увидела на операции, у нас дает очень мало шанса забеременеть самостоятельно, и нам надо отправляться как раз в центр ЭКО. И вот, к счастью, через полтора года она пришла уже с ребенком на руках, с благодарностью, и сказала, ну, естественно, мы сделали все в хирургическом плане, что мы должны были сделать. Но как специалист я считала, что, в общем-то, трубы недостаточно функциональны. Ну, вот и получилась такая... И это не одна пациентка, это было несколько пациенток. Много, конечно, много таких акушерских, приятных историй с хорошим, счастливым концом, которые очень радуют, в общем, вселяют очень много надежды на наше счастливое будущее. Можно это сказать, что это положительные ошибки? Это хорошие ошибки. Это хорошие ошибки, да, наверное. Ну, мы никогда не делаем никаких прогнозов категорично, и, в общем-то, естественно, мы никогда не заявляем, что нет, у вас никогда не будет детей. То есть мы, самое главное, мы боимся потерять время. И, естественно, выйдя после операции не совсем удовлетворенной результатом и анатомическими изменениями труб, то есть я не могу сказать пациентке, что идите пробуйте беременеть. С моей стороны это будет преступление. То есть я как раз-таки обрекаю пациентку на потерю вот этого самого драгоценного времени. Поэтому я ей говорю, что направляю ее в Центр ЭКО для того, чтобы она имела возможность выполнить свою репродуктивную функцию. Но вот иногда случаются вот такие чудеса, пока она на этапе обследования наступает беременность. И слава богу, что такое случается. И бывают, да, пациентки, которые усыновленные детки, и потом у нее случается спонтанная, нежданная такая беременность, радость. И у нас есть пациентки, которые с абсолютным бесплодием после циклов ЭКО беременеть самостоятельно. Сейчас мы об этом поговорим, но прежде я хочу вернуться к, может быть, не такой оптимистичной теме, это теме абортов. Какая складывается ситуация, когда молодые люди подают заявление о наступлении в брак, им дается определенное время на проверку своих чувств, что ли. А когда женщина заявляет о том, что она хочет сделать аборт, буквально вот в Украине ей говорили приходите на следующий день. В России ситуация изменилась. И теперь женщине тоже дают некоторое время на осмысление своего поступка. Да, действительно. В Российской Федерации более серьезно относятся к проблеме абортов. Регламентировано проведение прерывания беременности, регламентировано федеральным законом. То есть, как мы понимаем, закон — это, в общем-то, уже плоскость серьезной юридической ответственности специалистов. И дается женщине так называемый период недели тишины. То есть, от момента обращения пациентки в женскую консультацию до момента проведения прерывания беременности должно пройти не менее недели, не менее семи дней. За это время она в обязательном порядке должна получить психологическую консультацию. должны быть выяснены причины прерывания беременности. И если таковая ситуация складывается, что ей нужна помощь социального характера, отправляются в социальные службы города. Они существуют, они работают, они взаимодействуют с женскими консультациями. Ну и по мере возможности помогают таким пациенткам. Но проблема, конечно, абортов, к сожалению, у нас очень-очень актуальна. В России, вы знаете, что раздаются периодически возгласы о возможности полностью запретить проведение абортов. Специалисты, конечно, очень двойственно к этому относятся. Конечно, запрещение категорической полной абортов, я думаю, что пока... Разве подпольные медицины? Абсолютно точно. Я не думаю, что будет всплеск криминальных абортов. Все вспоминают времена, то есть послевоенные времена, когда были криминальные аборты, приводящие в дальнейшем к материнской гибели. Мы уже чуть-чуть в другом мире живем. У нас другой социальный уровень у людей. То есть послевоенные голодные годы и нынешние времена, конечно, сравнивать невозможно. Но, к сожалению, много моментов, конечно, несознательного отношения к своему здоровью и непониманию последствий того, что они делают. То есть я не говорю про духовную сторону в общем-то жизни. Это, в общем-то, тоже немаловажно. Но, тем не менее, даже с медицинской точки зрения и какой урон здоровью наносит женщина себе, проводя, придя на такую процедуру, конечно же, надо понимать и надо все риски взвешивать. Женщины в каком возрасте приходят? Или сегодня аборты молодеют и обращаются девушки? Ну вот по поводу, например, запрещения абортов, лично мое мнение, я считаю, что первые аборты вот надо запретить. Вот каким-то образом, законодательно, потому что сегодня, опять же, социальный наш уровень таков, что одного ребенка, я думаю, женщина может вырастить. Она должна иметь этого ребенка. А вот это проведение именно первого аборта самое травматичное и самое, в общем-то, по последствиям трагичное, имеет, самые трагичные последствия имеет. На сегодняшний день по возрасту приходит, ну, в общем-то, сложно сказать, то есть как таковых возрастных критериев нет. В основном, конечно, преимущественно, это повторно беременевшие женщины, беременеющие. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что, ну, женщины вот не хотят предохраняться. Действительно, они как-то, опять же, наверное, такой слабый информационный какой-то уровень, хотя интернет сейчас доступности, в общем-то, мы все... И вывещаем радио. Да, абсолютно точно, но почему упорно не хотят и боятся, в общем-то, я считаю, совершенно необоснованно, допустим, оральные контрацептивы применять, то есть они почему-то до сих пор считают, что лучше сходить сделать пару раз аборт, чем, в общем-то, пить какие-то там гормоны. То есть это тоже мы слышим, и регулярно это слышим. Ну вот, по возрасту, конечно, самое трагичное, это, конечно, первые беременности, которые ты понимаешь, что последствия непредсказуемы. И девочки часто приходят, в общем-то, говорят, ну, я же буду иметь детей, вот так вот как-то напряженно, и приходится говорить достаточно жестко, что нет, возможно, и нет, и возможно, никогда. То есть очень важные факторы, это резус отрицательный тип крови, то есть это категорически нельзя делать, то есть в последующем у нас будут только одни проблемы с беременностями. Ну, то есть, в общем-то, надо взвешивать и очень серьезно подходить к моменту беременности. То есть с момента зачатия это уже, это судьба. И надо к этому относиться, в общем-то, с точки зрения даже философии, того, что, в общем-то, куда мы вмешиваемся, и где роль этого ребенка, который не родился, и который, в общем-то, не займет свою нишу в жизни, и не выполнит свою какую-то высшую функцию и предназначение. Но даже с этой точки зрения, я думаю, должно что-то останавливать мать от проведения прерваний. Вернемся к вопросу, когда у женщины есть шанс и возможность иметь ребенка. Это экстракорпоральное оплодотворение. Сегодня бесплодие входит в перечень заболеваний, которым показана высокотехнологичная медицинская помощь. Можно ли сделать экстракорпоральное оплодотворение по полису общего медицинского страхования? То есть бесплатно? Да, такая возможность у нас есть. Экстракорпоральное оплодотворение входит у нас в систему обязательного медицинского страхования. То есть наши пациентки первично обращаются в женскую консультацию за помощью. У нас есть отдельно выделенный консультативный центр. Это центр планирования семьи. Он ведет консультативный прием, консультирует пациенток с бесплодием и дает определенные рекомендации по ведению и обследованию пациенток. В дальнейшем комиссионно, после комплекса обследования пациентки, то есть создана специальная комиссия в департаменте здравоохранения по ЭКО, мы смотрим документы пациенток и в дальнейшем направляем в центры, которые проводят эти процедуры, процедуру экстракорпорального оплодотворения в рамках ОМС, обязательного медицинского страхования. Не все центры работают с ОМС. То есть на сегодняшний день, ну их в достаточном количестве, на сегодняшний день это 4 центра в Симферополе, это центры в Санкт-Петербурге, центры в Москве. И женщина имеет право выбора этого центра медицинского. То есть она может конкретно сказать, что я еду вот в этот центр и направьте меня туда. То есть мы, собрав пакет документов, мы пациентку просто направляем из рук в руки в центр ЭКО, где и проводят уже экстракорпоральное оплодотворение. То есть все моменты проведения самой процедуры, они бесплатны. Стана Анатольевна, я предлагаю оставить эту тему более развернули на следующую программу. А сегодня я благодарю за интересную и полезную беседу. Спасибо вам большое. Каждой женщине хочется быть счастливой, любимой, здоровой и иметь детей. А чтобы прекрасно чувствовать себя в любом возрасте, достаточно соблюдать простые и эффективные рекомендации. Они помогут вам избежать проблем в гинекологии, позаботиться о женском здоровье и внутренней гармонии. Стана Анатольевна Белоглазова, главный внештатный специалист, акушер-гинеколог и департамент по правоохранению города Севастополя была у нас в гостях. Уважаемые телевизорители, если вы хотите задать вопросы или предложить тему для обсуждения, направляйте их по адресу, который видите сейчас на своих экранах. Вы смотрели программу день-то, день-то, день-то. Судия для вас работала Наталья Шульба. Всего доброго, до новых встреч в эфире и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова